всем привет с вами как обычно я stalker баннерщик и мой персонаж ген хаймен выживает stalker онлайн это спб сервер и у нас уже ночь 23 часа 27 минут за полчаса как я и планировал как ночь ночь звездная принципе в общем нам нужно найти этот комок блин вторую ночь мы будем караулить я пришел пораньше может быть а вон 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 он вижу вижу ох ты взять все пень есть а комка нету или они еще не спрятали давай прячь комок в общем смотрите ночь походу кто-то был с необязательно в 12 да то есть можно пораньше нашел уже за нас гола был пораньше прийти охота это комок не только я ищу понятное дело тут stalker ночь вроде такая нормальная звездная всех леших закошмарили смотреть и соответственно комок нашли на и нужно тоже опять я проморгал свое счастье несчастье в общем комок да ладно блин он через некоторое время опять поедет а фиг его знает а время 12 ты еще нет то есть можно пораньше приходить по 11 наверно такие вот пироги плохо сталкер то особо нет но вот один но мне кажется все таки этим а пеньки время от времени будет появляться точно не один же пенек на весь парк и там и один раз в сутки может через некоторое время еще появится ну все может быть но конечно с этими комками зато древесины тут полно вот чего хорошо то хорошо древесины можно ладно пойдем стрелять тогда лапки пауку пауком верни стрелять пауков а лапки открывать будем митрофаном потом зайдем еще раз но все равно лапки относить вдруг повезет ладно погнали а тут недалеко садик мы принципе туда и планирую тридцать лапок надеюсь это задание зачет пойдет но мне нужно два выполнить ну вот этот комок как раз еще какой то но я думаю как раз вот митрофан а если допустим принеси 30 и 60 90 лапок это конечно купе их собирать за счет засчитают они как второе и третье вернее третье четвертое задание было бы неплохо но я не знаю если честно чтобы дальше двигаться мне надо со штакетом поговорить и только он мне посоветует хорошего чувака который сопрет ключ это будет палка конечно же но до этого он со мной не хочет говорить вот и паучишка вот и красиво в общем пришли мы в садик давайте полутаем значит пауков вон там леший стоит мы сейчас еще внутрь зайдем ночь у нас вроде звездная такая поэтому побегаем но обязательно включим фонарик я знаю тут жутко выходим-выходим умирать в мои планы попила жуткий садик конечно но прикольный так ладно лутай о тут прям леший рядом стоит смотрите леших тоже мне надо волосы для гурмана потом на будущее но сначала паучьи лапки блин как он себя плохо ведет в таких замкнутых помещениях вроде выпадают я думаю 30 мы быстро насобираем сначала лапки паучишки вон они вон они там леший стоп а мы же можем тут костер развести паучишки вот другое дело С костром вообще тут атмосферно. Погреть, получил. КОНЕЦ Так, ну что, нам пауки нужны. Конечно, можно пройти на второй этаж, леших там пофигачить. У меня только паучки, а паучки на первом этаже. КОНЕЦ Ладно, сейчас немножко пообыскиваем. Нам еще столько же, насколько мы насобирали. 15. Да и надо сбегать, пока ночь не кончилась. Может быть, появились там. Вдруг повезет, найдем комок. Тогда было бы вообще в шоколаде все. Так как я сегодня планировал закончить этот квест, но от многих факторов, конечно, зависит. Пойдем вниз, нам леши особо не нужны. Мы все пришли за пауками. А пауки, вот они бегают. Да ё-моё, бежим. Чё, не могу убить паучку. Ух, нормально. О, 8 сразу. Вот это прям как и должно быть. 8 лапок. Жестокий рандом. Как повезет. Пять лапок. Пошел процесс, пошел. Давай, давай, давай. 90 лапок мы, конечно, не насобираем, но вдруг повезет. И 90 насобираем. Пока 30. Все, 30 собрали. Даже больше. Но собираем дальше. По 6. Пока сыпется прям нехило-то. 41 лапка. Так, ладно, погнали сейчас к Митрофану. По дороге заскочим. Поищем вдруг комок найдем. Потом придем, тут как раз пучки появятся. Плюс патрон нам надо купить. Ага. Сдадим лапки. Ну и если не найдем комок, тогда попробуем сюда вернуться. Еще лапок понасобирать. Может быть второй квест на 60 лапок прокатит. Навряд ли, конечно, но других вариантов у нас нет. Нам срочно нужно поговорить со штакетом. Ну как, не срочно, но... Хотелось. Пойдем искать комок. Предыдущий раз нашли. О, они рандомно бывают, поэтому... Надо бегать, смотреть. Повезет где-то в другом месте найти. Давай, сталкер, где твоя сталкерская удача? Эта зона мне не помогает вообще никак. Но этого сталкера она не знает почти. По зоне-то и не ходила особо. Поэтому и не помогает. О, во, во, во. Стоп, 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 бежим, бежим, бежим. Нет, давай их убьем сначала. Я видел, видел, видел. Во, во, во. Обыск. Отлично. Значит, тут никого не было. А тот уже был открытый. Есть. Зона, спасибо. Помогаешь. Вот, значит, как. То есть, появляются лешие. Ну, то есть, они тут хранят. Вот, вот, вон, появился еще. А вот еще. Ты их убиваешь. А рядом как раз вот этот. Во. Что, обыщем? Ну, если комок будет, забирать не будем. Может быть, кому-то другому сталкеру пригодится. А два комка мы же не можем забрать. Ну, да. Ну, как видите. Во, ничего. Может быть, у кого-то комок отобразится. Ну, да. Вот, значит, как все это работает. То есть, от времени они появляются. То есть, просто надо бегать, искать, ждать. И рано или поздно повезет. Ну, что, отлично. Пойдем, отнесем этот комок. Трабление ядом мутанта. Мелочь, а неприятно. Ох, собаки за мной. Да что такое, аптечки вообще прям не лечат. Ага. Аптечки, такие аптечки сейчас стали. Раньше раз кольнулся, второй кольнулся. Все, она вылечила. А сейчас вот я колюсь, колюсь, и она нифига. Но ничего. О, блин, варьерс. Надо было убить, но мы тут уже в безопаске. Так, вышибала. Все про список говоришь. Пойду, бывай. Да, меня даже и тут не пускают. Шляпник. Про наше дело с пнем и лешим. Вот твой торгной комок. Разве это шляпы? Давай безболку. Ладно, еще увидимся. В общем, обычную бейсболку он мне дал. Где она? Ну, безболка, как безболка. Шапка-то у меня есть, будет безболка. Ну что? Дом культуры. А вот мы и в доме культуры. Культура прям от местных посетителей прям прет. По поводу наших дел. А вот резать лап. Отлично. Все, задание выполнено. Барыги ДК пропуск к Штакету. Удача. Ну, в принципе, как и планировал. Теперь можно идти к Штакету. И он нам посоветует хорошего стопе патрона. Хорошего взломщика. Давай закупим патрон тут. Покажи товар. Ну, что у тебя есть? Давай тут продадим. А что есть? Добавим. Давай где-то 700. Блин, перегруз славил. Нам нафиг не надо. Мосинку заберешь. Да. Забирай. Если все равно не покупать, Наська, не нужно. Так, заряжаем, в общем. А бычками? Перегруза нету. А что там, барыги ДК сколько у меня? Так, покажи товар. О, 260 уже насобирал. ТТшник могу себе купить. Что у нас с аптеками? С аптеками две штуки. Антирада дофига. Бинтов, все остальное. А вот аптек мало. Пойдем купим. И пойдем дальше. Выслеживать упыря. Рецепт автомобильный. Так, так, так. Изучено. Изучено. Что я там, занят? Ну-ка, освободись. Отсыскивай с собой стрелять. А то патронов набрал, а не стреляю. Ну все, теперь к нам... Тут вопросов нету. Тут мы выполнили. Так, где штакет у нас? Штакет где-то здесь сидит, да? Пойдем к нему, сходим. Так, это мы можем удалять. Какая там финальная награда-то? Интересно по этому квесту. Ну, наверное, нормально. Крису штакета сейчас возьмем какие-нибудь заказы. Ну, по-любому же квест какие-то даст. Идет бизнес еще, видите? Выйти там из города Любичи, отправиться куда-нибудь, что-нибудь. Посмотрим, сколько там очков торговли и есть ли. А, хотя откуда есть? Я же эту линейку вообще не проходил. Значит, уж такие очки в торговле нет. Но, может быть, от каких-то других фракций передалось? Ну, я не знаю, посмотрим. А, еще вопрос у нас с ремонтником. То есть, просто так нам ключ этот не сделает мастер, фломастер, который сидит тут вот, недалеко в пятиэтажках. По-любому попросит какую-нибудь услугу, что-нибудь им притащить. Вот с этим еще вопрос. То есть, не факт, что мы сегодня пройдем этот квест. Отпускаете меня? Ну, конечно, еще бы. Бандиты. Че? Бандиты, тунеядцы. Комендант. Так, грек мент, я не говорил. Приходилось. Да. Что за дело? Ладно, поработаю на тебя. Без вопросов. Тайная ходка на болото. Нормально. Я припас дороги. Так, есть другое дело к тебе. О, карманник. Да, вот деньги. А откуда такая кликуха? Почему же так это? Ладно, понятно. Скоро выдвинусь. У меня есть пара вопросов. Что скажешь про грека и кислого? Так. Грек мент любит, верно. Нельзя взять задание. Данный этап истории завершен. Странно. Че-то с греком у меня... Ну, ладно. Знаете, поселены. Блотах опасно. Верки. А, он тоже верками их называет. Ну, в общем, все диалоги вроде. Да, барыги ДК. Он тоже к барыгам относится. Ну, в принципе, да, если работали. О. За 260 можно купить бронежилет 6B1. Ладно, тут ничего интересного нету. Скорпион. О, а за что мне дали Скорпион? Кстати, да. Мне дали Скорпион. Я знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Вот, добавим предмет Скорпион. Это после... Задание выполнено. Барыги ДК поговорить со Штакетом. У меня прилетел Скорпион. И магазин на Скорпион. Нормально так. Две штуки, да? То есть тут дается еще Скорпион. С двумя магазами. Ну, что, может быть, возьмем? Ну, фигня, конечно. Ну, на пояс повесим. Или, может, за очки торговли он заберет? Да давай, ладно, на пояс повесим. Патроны какие у него? А, у него патроны такие. 9-18. Это если их покупать, таскать с ними. Ладно, повесим пока на пояс. А там видно будет, правильно? Где-нибудь продадим его за очки торговли. Пусть висит. В общем, Скорпион тут дает. Ну, неплохо, неплохо. Так, что я никак все магазин-то не заряжу? Почти все заряжил. Зарядил уже, осталось чуть-чуть. Ладно, двинули. Привет, палки от Штакета. Отслеживаю. Делишки барыг из ДК. Это что такое? Сообщите Алексу информацию о Штакете и Черном рынке. Пойдем сходим. Да, мы же сейчас поговорили. Как бы с ним. Ну, правда, делишек особо-то не узнали. Но все равно. Теперь нужно к Алексу зайти. Вот почему с греком? Типа завершено, завершено. Я же никакие квесты особо не проходил. Может, какой-то баг? Ладно. Смерялся. Ну, что, псы? Получи. Погнали. О, перегруз. А что перегруз? 59, 56. Скорпион, в общем, надо нафиг. А, мне же еще 100 патронов на ПМ дали. Вот, смотрите. Хорошо, подумаю, какой-то сумасшедший. А перегруз немножко избавился. Ну, вот таким способом. Почему бы и нет. Так что, да, пока со Скорпионом тогда бегаем. Ну, а что нам 100 патронов дали? Для новичка неплохо. СКС у Киса этого. У Алекса получил по квесту. Потом тут выполнил задание. Это я так задержал, долго выполнял, да? А можно было его и раньше выполнить. У тебя он есть. Ну, простенький, конечно, ствол. Как пистолет, по факту. Но скорострельный зато. Повесил на пояс. Магазины на 20 вообще, думаю, будут зачетны, да? То есть, Тозик у тебя как бы уже есть. Потом СКС и Скорпион. Для новичка самый топчик. А вот и палка. Есть к тебе дело. Привет. Так, ключ вытащим. Так, так. Сейчас все получится. Так. Так, глину, пластилин нашел. Уговорил помощь про ключ. Так, штопе. Там какое-то время, наверное, да? А, смотреть, замок надо. К двери и посмотреть замок. Ладно. Погнали в подвал. Так, только сначала к Аликсу заскочим. А, может быть, что-нибудь расскажем про Штакета. Во, есть какое-то. Насчет Штакета. Вот что я узнал. Увидимся. Нормально. Что-то тебе дело. Поторгуем. Пока не торгует. Ну вот. Чуточку узнали. Пойдем осмотрим заммишка. Что там за ключ к нему подходит. И вернемся уже. Постреляем как раз с этого. Со Скорпиона. Посмотрим, каков он. Ну, как, каков. Ну, стреляет Скорпион. 10 патронов. Скорострельные. Такое себе, конечно. Ну, вот сейчас на собаках и испытаем. Тай находка на болото. Это куда мне надо? А, да татарина. Товар для проводника в тюрьме. Почта Горелый. Спасите наши уши. Вот, кстати. К Валентину подойти и сдать квест. Ну, в целом, неплохо стреляет. И очень даже неплохо стреляет. Смотрите. Нормуль-то. Здесь патронов маловато, конечно. С этим не поспоришь, но... По окрестностям бегать для новичка. Тут самое то. Тут у нас техник сидит, да? Я так понимаю. Или нет? Окна вроде светились. Сейчас, подождите. Зайдем, посмотрим. Ну, да, действительно. Раньше, когда-то там костер горел, охрана стояла. А теперь окна светятся с улицы, видно. В общем, к технику нам по-любому будет нужно заходить. Я подделал. Слуги техникам. Так, что есть на продажу? Что продаешь? Ну, как обычно, классика. Батарейки. Тачки. Как бы он стабик не попросил. Где мы будем стабик искать? Вот это было бы, конечно. Ладно, все, техник на месте, мы проверили. А что он не отображается? Я с ним поговорил, он же должен как техник отображаться. Или нифига? Да ладно. Так, техник, техник. Ну, по идее, как техник должен отображаться? Ну, вот окна горят. Да, прикольно сделали. Тинати не особо видно, но... Горят окна. Так, у меня опять перегруз. Ну, мы мясо сожрем. К Валентину надо сходить квест дать. Чуть я как-то... Шлеп-шлеп. Тихо так стреляет. Шлеп-шлеп. Опа, и закончились патроны. Это тебе не ППШ. А, тут у него патрона вообще нет. Третий ствол. Только путаться. Но для новичка, я думаю, будет самый топчик. Смотреть внимательно замок. Так, ну что? Пойдем расскажем палки о своих наблюдениях. Ну, глина-то у нас уже есть. Глину мы нашли. Поставим, чтобы знать, куда бегать. Мы же туда-сяк будем туда-сюда бегать. И комбинатор. Во. Раньше крысово съел и бегаешь по этим квестам. Сейчас как инвалид, блин. Жесть, конечно. Но я привык к сталкерам основным бегать. Он все-таки пошустрее, малеха. Но этот, конечно... Тут еще коллега. Нет, перегрузу надо избавляться, но это совсем не дело. Во, все. Надо его на доску, что ли, выставить. Посмотреть, сколько он стоит. Хотя я не думаю, что он слишком дорого стоит. Но все же. Продолжение следует... О, опять перегруз. Зарядим его. Будет у нас, типа, оружие последнего шанса. Повесим на пояс и пусть висит. А все остальное выкидем. Я имею ввиду, патроны. Я и так, вроде, легко оделся, но чтобы у нас... Особо перегруза не было. Но все равно, как видите, стволами отвесился. И ловлю эти перегрузы. Зарядим, давай выкинем еще. Во, все, нормуль теперь будет. К Валентину надо зайти. Сказать, что... Все, постреляли. Так, есть к тебе дело. Замок смотрел, глина есть. Бывай. Ну что, все отлично. Глин найден. Осталось выполнить остальные части плана. Ключ к сумруку. Подождать немного, пока Палка вытащит у Валентина ключ. Если у него выйдет, конечно. Отслеживать. А сколько немного? Так мне тоже к Валентину нужно. О, я сейчас его отвлеку. Разговорами о собаках, т.д. и т.п. А Палка пока ключ будет кинуть. Ну, слушай байку. Про собак. Я пострелял собак, теперь тише. Так. Как скажешь. Пойдем еще постреляем. Спасите наши уши. Ну, а что, какое-никакое... Задание выполним. Ну, пока этот там ключ типа... Тащит. Не знаю сколько, но... Сказали ждать. Значит ждем. Торопиться нам особо некуда. Что шапки, я здесь. Все, хорош, хорош, разошелся. Оставь собачьих другим сталкерам. Валим, валим, валим. Ну, не, наверное, еще не вытащил. Там по-любому должно пройти какое-то время. О, обновлено. Все, карманик найден. Не понял. Здесь где дело. Что-то обновилось как-то странно. Карманник найден. А, это обновился другой квест. А почему же он не сразу обновился? Он уже пошел искать его. А это только обновилось. Короче. Ладно, пусть он ищет. Давай посмотрим, какие у нас другие задания тут есть вообще. Что мы можем сделать? Так, собрать по крупицам. Ну, это опыт и последствия вокзальный. Крем для ног. Во. Крем для ног. Дурдом. Это что у нас? О. Это слова доктора Ватмана передать. Слушай, давай мы от него откажемся. Я на Везувию в ближайшее время вообще не планирую, поэтому отказываемся. Кузьма Кузьмич. А, это выманивать домового там. ТД и ТП. Ну, вот это можно попробовать. Блок особых папирос. Ладно, пусть будет пока любящийся. Так, медвед. А. Выслить медведя, убивать не обязательно. Понятно. Найти поселение сталкеров. Это что такое? Штакер. Г-9. А, ну типа на гурман прийти. Ну понятно. Сытная нога с грибами. Прививка отнеизвестна. Тоже самогон для бугра. А, это в тюрьму. Бугор готов поделиться информацией о том, где можно раздобыть пистолет-пулемет «Скорпион». За эту информацию он просит 20 бутылок самогона. Чувак, я знаю, в городе Любич. Отменяем это задание. Оно вообще не актуально. Так, пропавший приятель. Ну, это понятно. Ну, пусть сидит. Сумрачный гений посредник. Отказываемся. Тайна ходка на болото. Так, товар для проводника в тюрьму. А, это чтобы проводник работал туда-сюда. Ну, это оставим. Чудовище для красавиц посредник. Отказываемся. А, нафиг. Давай экран для сизифа. А. Нет, не отказываемся. Нормально. Кабаны для живодерова. Отказываемся. Ну, мы туда не пойдем. Купить свободу. Это с тюрьмы выйти. Тоже отказываемся. Лесной шум. Вот это, да. Почта Горелый. Сейчас не работает. Горелый не разговаривает. Так, психическая атака. Санаторий. Так, это то. Спасите наши уши. К Валентину сейчас зайдем, сходим. Только для ваших глаз. На Тунга мы не пойдем. В ближайшее время это уж точно. Отказываемся. У страха глаза велики. Лосятка, язык и когти. Доктор живодеров. Отказываемся. И вот все у нас текущие задания как бы остались. Да, этот сталкер у нас только по окрестностям. Ну, может быть, проводника откроем, чтобы на аэропорт ходить. От бандитов, которые на выселках. Вот этот квест как раз. Товар для проводника в тюрьму. Потом он попросит еще калаш. Кажется, да. Ну, в общем, проводника откроем. Вдруг на аэропорт на максимум. На визу я вообще не планирую. Тут в Любичи и в окрестностях дофига всяких квестов. Так. Две банки вазелина или два тюбика крема. Это можно купить. Как раз на вокзал сбегаем. Не знаю, сколько ждать. Но придется подождать, наверное. Так, ладно. К Валентину давай сходим. Сдадим квест про собачек. О, что-то было тут удостоверение. Нет, ну мы ничего не узнали. На штакет она будет поработать еще. Да, болото, ученые, датчики всякие. Еда, готовка к высокополам. Мне-то надо всего лишь 20 уровней. Не спеша, не спеша будем ежедневки делать, да подымем. Это чисто готовить и ремонтировать. И крафтить он будет. Все, поэтому ему куда-то идти особо не нужно. А все, что нужно ему купить и принести другой сталкер, который более опытен. Он сходит, принесет, закупится, все ему доставит на гурман. Так что бежим на вокзал. Как раз можно выстрелить будет этот пистолет-пулемет на доску. Нафига он мне нужен? Может быть кто купит? Шадоваться. Ладно, не будем стрелять. Странно их, конечно, тут видеть. Не на новой земле, не на южном острове, а именно здесь. Да и надо хлам всякий. Хотя этот хлам надо все-таки на гурмане скинуть. А нафига я побежал на вокзал? Погнали на гурман сходим. Точно. Скинем как раз этот хлам, возвращаемся. Дождемся как раз палка там, то да сё. Скинем этот хлам. Там и скрипион выставим на доску. Подадим. Точно. Да, наверное, СКС скинем. Вещь, конечно, хорошая. Но нафиг она мне нужна. Я с ним бегаю, потому что мне Алекс дал ее, а на гурмане не было. У меня же есть калаш нормальный, 104. В городе, в Любич, да в окрестностях больше ничего не нужно. Калаш, ну и ППШ пусть он висит. Для мелких паучков, когда прям совсем не в моготу. У нас есть нормальный калаш. Будем с ним бегать. Ну да, сейчас придем да заберем его. Чтобы большого перегруза не было, возьмем, ну сколько? Ну так же, вот, 8 магазинов возьмем. Патроны, тем более, те же самые. И этого хватит. А можно вообще взять какой-нибудь тозик. А можно тоже самое СКС оставить, только ППШ убрать. То есть будет СКС. И калаш. Один и тот же калибр. Все-таки с одним стволом-то особо не побегаешь. Нужен второй строковочный ствол. А СКС такой же калибр, без магазинов. Отбирай. Вот мы и на гурмане. Задание выполнено. Найти поселение сталкеров. Странно, да? А я тут уже был и квест у гурмана брал. Но задание как-то опять обновилось. Ну, в общем, странно. Не так давно был, он в аптеке разбирал. Так, ну что, да. Я решил все скинуть. Нафиг с этим таскаться. Вот МЗА сколько весит? Так, зарядим батарейками. Информация. 2 килограмма. Ну ладно, МЗА у сталкера должен быть. А вот эти лишние стволы, очки тоже. Нормально сейчас стал видеть. Зона подлечила, малеха. Так, берем калашик. Это нам нафиг не нужно. Решил отказаться даже от ППШ. Ты его упаришься заряжать. Ну его нафиг. Так, это снимаем, это снимаем. Это нам не нужно. Шапку какую-то другую. О, это какой у меня цвет шапки? А, это белая. Для зимы. А в принципе, ушанку можно было одеть, но с ней фонарик не одевается. А я с фонариком привык бегать. Ну, значит, эту шапку и оставляем. Так, берем себе вот это. Перуем. Сколько магазинов-то? Много брать не надо. Будет перегруз. А 8 магазинов? По окрестностям бегать? Да, я думаю, хватит. Будем почаще просто заряжать. Ну да. Так, свитер. Где у нас джинсовые штаны? Спортивки. Чтобы полегче было. Прошел прям вообще на легкие. И штормовку в рюкзачок. Такой у нас прикид. Свитер. Джинсовые. Штаны, кеды. Колобок. Шапка не подходит, правда. Бейсболка можно. Бейсболка вроде с фонариком не одевается, а фонарик и обстанет таска. Не одевается. А, нифига. Ну ладно. Когда будем надевать фонарик, будем снимать бейсболку. Вот я решил вообще на легкие бегать. Ну а тут... Далеко-то бегать нам не надо. Ах ты. Да, в этом, конечно, есть минус. Ножик нам нужен. МЗА. Без этого никак. А это значит, что-то нужно одевать. А что одевать? Броню какую-то надо. Может быть, вот этот легкий? Во, нормально. Он как жилет смотрится. На свитере прям самый топчик. Вот его и оденем. А, он не дает карманам. Да, е-мое. Нам разгрузка нужна. А где она у меня, эта разгрузка? У другого сталкера, кажется. Или я ее продал? А, не, я кажется, я продал. Вот это десантник со множеством карманов. Да, точно, я ее продал. Значит, нам... Подожди, нам 6Б3 нужен. 6Б3 же дает карманы и нормально смотрится. И он легкий. Точно. А почему у меня нет в коллекции 6Б3 у броника? Я, типа, накупил 6Б5, а 6Б3 нет. Так, баблишка есть. Пойдем посмотрим на доске, продается он. Как я про него забыл? Это же классика. 6Б3, точно. И стоит 400 тысяч. Во! Бегаю в каких-то, блин. И больше нам ничего не нужно. А сколько он весит? Информация. Блин, 12 кило, конечно, ну, е-мое. Этот 5, не, ну. 12 килограмм. Все, у меня перегруз. А, это сколько весит? Это 5, не, ну, конечно, эти броники не дают карманов, но они по 5, а это по 12. Нет, 12. Конечно, самое оптимальное, вот, 6Б3, а дело, блин, вообще красота. Но у меня уже перегруз, значит, придется снимать. Подождите, а 6Б5, сколько у нас весит? Так, информация. Да ладно, 6Б5, 11 весит? Проще 6Б5 таскать. О! Ситуация. Давайте, вот так вот сделаем. Пока мы бегаем здесь, и неизвестно, пойдем куда-то вдаль. Если куда-нибудь пойдем, оденем тот же самый 6Б5. Ну, и повесим МЗА и ножик. А так, по окрестностям будем без него бегать. Ну, купил 6Б3 в коллекции, а то у меня его не было. Вот, теперь у нас нормально. Налегке. МЗА тоже скидываем. Ножик экипируем, этого нам хватит. Да, можно, конечно, куртку одеть, но в куртке не видно свитер, это они так красиво смотрятся. Нету, как бы, внешнего вида, антуража такого, атмосферности. Так, это мы скидываем. А ТДСки одеваются у нас? О! ТДСки отлично. Но они что же весят? Не, они весят прям. Копейки. Ну и все, вот так вот будем ходить. Ладно, что там еще надо скинуть? Батарейки? Нет, батарейки пусть будут. О! Всякий хлам, который мы тут насобирали. Пригодится, потом в дальнейшем для крафта. Так, антирад вообще столько тут не надо в городе Любич, ну и в окрестностях тут, если мы будем там. Да-да, те же самых белых бегать. Это вообще прям. Три фляжки с водой тоже нафиг не надо. Двух хватит. Спички пусть будут. Точный нож нам еще пригодится. Батарейки там, фонарики заряжать. И да, бинты. Да, вроде как бы и все. Ну, если куда-то будем чуть дальше идти, там он ГП взял, тот же самый. Л1, да потопал. Так, посылки. Тут какие-то были посылки у нас. С магазина. Да, это ткань я продавал. Получаем. Купили, то есть, значит, ткань кому-то все-таки... Ну, так же по квестам. О, у нас стерильная ткань. Давай-ка выставим. Ох ты, бля. 10 штук за 100 тысяч. Я-то выставил для теста. Купит, не купит. А ее взяли, купили. Все, пусть покатает. Так, и мне что-то прислали. О, рыжая. Тонизирующая. Противоядие и жаркое. О, у нас есть аномальная еда. Спасибо. Возьмем с собой. Тонизирующая, чтобы бегать хорошечко. Так, противоядие. Это у нас ядом от укусов. И жаркое. Жаркое это холод. Сопротивление обморожения. Ну, в общем, будем лопать все равно. А то что я? Колбасу диетическую лопу. Ну, это совсем не так. Квест выполнил. Все, можно топать. Да, мы как раз ходили на гурман. И можно возвращаться. Переоделись. Патронов нам. Смотрите, 22 килограмма с собой таскаю. Я вообще прям налегке. 22. Во. Офигеть. Давай туда еще немножко. Прям вообще не париться. С зарядкой. Ну, вот. Налегке по городу. Красота. Ключ к субруку. Где он? Ну, в общем, он это. Вытащил. Был сейчас как раз. Того-того. Во. Нужно проверить палку. Узнать, доставлен ключ. Ну, на 15 где-то эта тема. Ну, что, побежали? Конечно. А, второй ствол не взял. СКС. СКС все-таки давайте возьмем до кучи. Бывает, как такая ситуация, когда проще ствол достать и выстрелить. Да. Чем. Перезаряжать. Поэтому СКС возьмем. СКС давай возьмем. Пусть висит за спиной. Патроны такие же. Он не мешает. Висит. Во. Ну, бегать будем. Бегать будем с калашем. А тут лежит калаш хороший, 104-й, кратковство, прямо вообще. Классная штука. Ну, хотя 103-й тоже нормально. 104-й просто редкий, офиг найдешь. А, фонарик. На лысую бошку. Ну, не можем мы фонарик, а натянуть на бейсболку. То есть, на шапку мы можем натянуть, а на бейсболку нифига. Странно, да? Сталкер он в ОЗК. Кстати, Л-1 надо продать. Нафиг не нужен. Купить себе ОЗК. Ну, так получилось, что у меня было много ОЗК. Я на оставшиеся очки торговли. И дофига было на ЕГИДе. Прикупил ОЗК. Потом я их все продал. Оставил только один себе. Но он у меня на основе. Там у меня и Л-1 есть, и ОЗК есть. А у этого сталкера Л-1. Но ОЗК как-то более по-сталкерски. Мне он больше нравится. А защита там, мы уже смотрели, разница небольшая. Там на 10% только все показатели больше у Л-1, чем у ОЗК. Но зато Л-1 бег немножко. Режет. И весом чуть больше. В общем, глобальной разницы нет. Вполне возможно, где-нибудь на том же самом караване. Да, может быть, Л-1 получше будет. Чуточку посильнее по защите. Может быть, где-нибудь это тебя и выручит. Но здесь в окрестностях бегать. Да на том же самом Везувии. Вон я бегаю в ОЗК. Вообще, никакой проблемы нет. То есть, разница уже не такая глобальная, как была, когда. Л-1 это был ОГОГО, а ОЗК это такой себе. Сейчас. Денебелировался. Это у нас уже утро. Вот мы, кстати, пробегали, уже утро наступило. Блин, я даже налегке еле-еле бегаю. Да, у меня не прокачан. Ну что, может быть, скинем. Все равно, пока я не ремонтирую. Я как бы ремонтник, но в будущем. Но сейчас-то я этим не занимаюсь. Можно скинуть же. Во! Мы же пока бегаем. Давай-ка мы прокачаем то, что нам нужно. Теперь-то мы пробежали необходимое количество километров. Вот этот, марафонец мы получили же достижение. Вот, марафонец. Теперь мы можем... И грузоподсумность зафигачить. Что они прокачатся? А, вот это сначала. Я где-то встал, прям, около... Ну, безопаски. Тут сейчас безопаски нет. В общем, бег, разделку мутантов можно прокачать. Вот это что такое? Выносливость, да. Выносливость. А это что? Восстановление выносливости. А это что? Во! Отлично. Ё-моё! Бежим, 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 бежим. Тут же бродячий аномалий. Вот ты нашел место, где встать, будем прокачивать. Чебе, блин. Фух, успел. И будем сейчас нормально бегать. Ну и можно стволы немножко прокачать. А, готовку. Заняться готовкой, еды понаготовить. Кстати, да. А у меня-то и повар имеется. Нормально, еды наготовить, но чтобы бегать потом в дальнейшем. А то у меня все кончилось. Хорошо, сталкер мне прислал. Может быть, это сталкерша даже. Ник рыжая. Пятый уровень я пока не могу. Шеф-повара надо. А так, в целом, ну вот. Бегать мы будем шустро. Так, можно еще, конечно, прокачать разделку. Блин, туда-сюда. Скорость обыска контейнера, чтобы меньше выпадало. Я не знаю. Давай, наверное. Чуть-чуть тут прокачаем. Чуть-чуть здесь прокачаем. А, все. Не можем. Вот. На что хватило. Ну, предсмотрим, да, 62 дойдем. Ладно, готовку мы прокачали. Бег вот это все. Грузоподъемность. Ну, и немножко тут охотника и стрельбу. Во. Не мог до этого сделать, потому что время, как бы, скидывать не пришло. Вот теперь мы будем нормально бегать. Все равно туда-сюда бегаем. Во. У-у, какой шустрый стал сталкер. Нормуль. И лишний килограмм и сбросил. Ну, 74, а я таскаю 29. В общем, хабара можно. Можно тот же самый 6Б3, но я почему-то не думал, что 6Б3 весит тяжелее, чем 6Б5. По идее, 6Б5 потяжелее. Помощнее, потяжелее. Но вес странно. Тогда если куда-то идти, то лучше 6Б5 одеть. Это с зоной. Так, ну вот мы опять в городе Любич. А тут темно. Там светло, тут темно. Хотя мир разделяет всего лишь забор. О, что-то откидывать начало. Ну, что такое? Смотрите. Намек на то, что ходку надо завершать. Пинк нормальный. 116. А, нет, 116 уже ненормальный. Смотрите, видите, прыгает. Нет, пинк особо не прыгает, но меня откидывает ничего. Ту, ё-моё. Там вроде бегали нормально, сюда пришли. Что за дела? Мы хотя бы добежим до ДК. Ну, это совсем не дело. Пешком, конечно, попроще будет. В принципе, скоро ходку надо будет уже заканчивать, но я планировал... Все-таки любического упыря полностью завершить. Были? Ну, Гурма, не забыл бы посмотреть. Все время сейчас там. Может быть, где-то время? Ну, вот это таки... А, нифига. Это я настолько быстро начал бегать, что у меня теперь зона откидывает. Типа, я сталкер, хорош, ты там всех обгонишь. То есть, до этого я как инвалид бегал, сейчас прокачался и прям не успел. Мир за мной не успевает. Настолько быстро я бегаю, да? Есть к тебе дело. Про ключ. Вот глина. Бывает. Так, баламут предложил план так. Бла-бла-бла-бла-бла. Найти кусок. Так, 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 так. Ну, что дальше? А теперь опять нужно подождать, наверное. Слушай, а мы вот здесь не купим вазелин? Обычно бывает всякая фигня. На меня. О, комендатура. И, кстати, вот эти сигареты нужны для товара в тюрьму. А вот именно это те сигареты или нет? Откуда у меня тут 500? Да, это именно те. 10 штук надо. Мы купили шесть. Где-то у меня еще валялось. Потерять можно. Будем надеяться, не потеряя. А четыре дня в другом месте купим. Ну да, просто у меня в ДК там тоже репутации мало. Я все потратил. Вернее, тут ничего особо не было. А то, что был, я потратил на котелки, когда готовкой увлекался. То есть я на все очки торговли купил эти котелков. Я там поваром хотел стать. Жил в советской милиции за 1983 год. Офигеть. Ладно, что там у нас? Слепок для мастера. Подходящему мастеру нужно отнести. Ну, мы знаем этого чувака. Да, мы тут. Вот он, техник. Ну что, мы пешком опять пойдем? Бежать нам зона не дает? О, нет, нет. Вроде скорректировался мой. А, нет, откидывает. Настолько я быстро начал бегать. Что, только пешком? Я фигерю. Ладно, до техника дойдем. Там по-любому технике какие-то задания даст. А задание уже будем в следующую ходку. Ну, один рывок получается делать, а потом откидывать. Ну, конечно, не сильно, но все равно глобально. Пинг не скачет. То есть, ну, это не от пинга зависит. От сервака. Народ дофига сейчас. Вечер. Не бегал быстро, и нефиг начинать. О, чувак. Тебя видели. Не так давно. А вот и местный техник. Я по делу. Насчет ключа. Можешь ключ сделать? Копию со слепка. Так можешь или нет? О, услуга. Понятное дело. Я готов заплатить 10 тысяч. Понятно. Или 5 трубок с резьбой, или 10 тысяч. О. Подожди. Я же тебе бабки заплатил. Ключ. Не так все просто. Я ему заплатил, но он хочет еще. Подожди. Я же тебе десятку дал. Банку с вазелином, паяльную лампу, длинной трубкой, 300 свинца. Ты не офигел, бля? А 10 тысяч ты за что забрал? А, нет. Никаких 10 тысяч нет. Подожди. Я по делу. Насчет ключа. В качестве оплаты. Ты что просил? Получено задание услуга технику. Что в истории спамить у всех? 5 коротких трубок я просил. Вроде за деньги было. Понятно. Непонятно. Слепок для мастера. Ключник тут просит такое. Услуга технику. Тут просит 5 трубок с резьбой. Ладно, соберем и то, и другое и отдадим ему все. Да? Ну да. Ну, это нужно обращаться уже к другому сталкеру. У меня тут таких запасов нет. Ну, а у Флюггенхаймена все есть. Он мне посылочкой отправит сюда на вокзал. Я получу и все сделаю. Ладно, чувак. Тогда мы здесь остаемся. О, а что? Тут пирожки сейчас схаваем. Пирожки хоть вкусные, нет? Вкусный, вкусный. Ешь, сталкер. Ну, ладно. перекусим. На этом все. Наша сегодня ходка завершена. Всем удачи, всем пока. Увидимся в зоне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok